Нашим гостем в студии сегодня будет мастер реального айкидо, президент Международной Федерации Игорь Петрович. Здравствуйте, господин Петрович. Добрый день, спасибо вам за приглашение. Спасибо вам, что пришли в студию. Вы приехали из Сербии, в Баку, и вот такой первый вопрос. Как в целом оцените развитие реального айкидо в Азербайджане? Я могу сказать, что здесь очень развито, очень развито. Мы стараемся, я думаю, больше 10 лет. У нас есть клубы и наш главный мастер, Фариз Абдуллаев, который представитель Интернационной реальной айкидо федерации. Он очень сильно старался и развивал реальный айкидо в Баку. На сегодняшний день у нас есть около 10 клубов здесь активных. И картинка была очень хорошая и сразу видна два дня назад, когда у нас был семинар. На семинаре было около 250 людей, мальчики от возраста от 4 лет, тоже подростки, взрослые и мастеры. На сегодняшний день я могу сказать, что реально айкидо в Бакуе само развито во всем мире. И мы очень горжимся этим. Расскажите, пожалуйста, в чем разница реального айкидо от классического? Просто многие, когда слушают айкидо, они, в первую очередь, принимают классическое внимание. Ясно. Да, вам скажем. Просто разница есть, потому что, когда мой тренер, иначе основатель стила реального айкидо, Любомир Врачаревич, он раньше изучал, он тоже србин, он раньше изучал эту технику давно, в 80-е годы, и просто он был в Японии как первый югословен, который хотел изучать японскую технику. Ему понравилось, что в Японии есть такая серьезная школа. Японская это классическая? Да, да, да. И он был гост в самом центре айкидо, это Йошин Кан, у госта Шиоде, тоже был у основателя айкидо, он был как гост и там занимался, и просто он увидел, что на территории Японии это как у них есть и культура, и медитация, то есть все за ниху землю. Когда он вернулся в Србию, в Белград, у нас немношка mentalитета по-другому, и нам была бы интересна и лучшая практика на улице, то есть чтобы мы смогли использовать технику айкидо в реальным условиях. Я не могу сказать, что техника айкидо классического не реальна, но просто за нашу mentalитет в этом году использовалось как то, что Львов Мир сам придумал и предоставил, потому что у него был и хороший и больший опыт из джиуджица и других видов спорта. Он просто придумал и создал такой уникальный стиль реального айкидо, где есть сами нужные и очень серьезные принципы по вопросу каждого спорта. А это скорость, вносивость, эксклюзивность, сила и, конечно, техника, которая за улицей очень подобна. Тут нет духовности, можно сказать. Нет, нет. Кодекс в реальном айкидо есть то, что мы учим как тренеры наших мальчиков и их учеников. Мы их учим, чтобы они просто были воспитываны как люди в каждом смысле, и психологическом, и как спортсмены, чтобы у них была одна ментальная и физическая культура самого жизни. А вы отметили семинар, который проводили. Насколько все-таки полезны такие подобные семинары? Это был восьмой семинар в Баку для подрастающего поколения. Да, да вам скажем. Особенно есть очень интересно. В нашем стиле есть то, что на сегодняшний день есть четыре программы. Одна программа есть для детей. Они учатся технику, чтобы техника не была опасна, а одновременно чтобы была эффективна. И это самое главное, что мальчикам не дают агрессивный характер, но просто они учатся все через игру и воспитыванный режим, чтобы сделать хорошую материку, быстроту, технику и чтобы просто сделать как хорошую социализацию. Вторая программа есть для подростков. Подростков, вы знаете, это очень интересный возраст и с ними просто надо работать осторожно. Техника немного по-другому отличается. И тоже для взрослых есть сильная мощная техника, потому что они понимают, что это может быть и опасно. А тоже есть еще одна программа для мастеров, то есть старших учеников, которые знают, что это может быть и очень опасно, и просто они как ученики, которые долго занимаются, это им бывает совсем интересно. Это все-таки такой травмоопасный вид спорта, где соревнования фактически не проводятся. Да, да. Система техника и приемов есть очень интересная и очень опасная одновременно. Есть приемы на пальцами, на кистами, на локтями, на плечами, тоже на самой спине, на ши. Есть тоже могут быть удары, если это надо, но мы, конечно, так и не работаем, но удары в ши, в глаз и так далее. Все примерно от ситуации. Но это опасная техника. Травма, я могу сказать, что больше нет реальному айкидо во всем мире. Вы знаете, у меня больше от 300 семинаров во всем мире, и не было таких серьезных травмов никогда. Бывает, что просто человек немножко неподготовлен и сам себе сделал какую-то маленькую травму, но серьезных травмов в смысле переломов и таких ситуаций не бывает. Вы являетесь обладателем седьмого дана, и вот как раз-таки во время семинара вручили черный пояс Фаризу Абдуллаеву, он стал обладателем пятого дана. Расскажите подробнее, как все-таки этот дан, человек достигает данных, какие нормативы должны выполняться? Спасибо вам за этот вопрос. Многие это об тоже не знают. Значит, чтобы вы стали мастером как Фариз Абдуллаев или как я, или как других старших мастеров, просто надо очень долго заниматься. И посвященно. Я занимаюсь каждый день, Фариз тоже, буквально каждый день, утром и вечером. Значит, у нас очень строгий режим и питания, и тренировки. Просто мы как профессионалов, мы должны так и работать. Значит, есть ученики, которые знают экземены от желтого пояса, это все учебные цели, а от моментов, то есть за экзамен от коричного до черного пояса надо пройти минимум два или три года, чтобы он получил экзамен на черный пояс, чтобы был активным. За следующий, то есть за второй дан, надо просто быть еще дольше активным, то есть минимум три до четыре года, чтобы он получил второй, а потом третий и еще больше. Вы отметили, что вы были заместителем в свое время у легенды мирового реального акидо, Любомира Врачаровича. Именно чему вы научились от него? Какой опыт переняли? Я занимаюсь 27 лет. Я начал, когда у меня было около 8 лет. Значит, я был совсем маленький. И я, когда познакомился со своим мастером Любомиром, для меня это было как сон. И я сразу от этого момента хотел заниматься этим и быть самим лучшим. И я стремился к этому. И подошел на уровень. Я просто стал асистентом у него. И я был асистентом у него 16 лет. Это для меня самый большой опыт. И я могу сказать, что я богатый человек, который жил в это время такого мастера, такого легенда. Для меня это было просто очень, очень интересно все учиться от него, потому что у него был опыт очень-очень всемирный и хороший. Все, что на сегодняшний день у меня учился, я это использую как традицию, чтобы все переносить на своих учеников. Ну что ж, спасибо большое, господин Петрович. Спасибо, что пришли в студию, ответили на вопросы. Удачи вам в вашей карьере и достижения вам целей ваших. Спасибо вам большое за приглашение. И я всегда буду рад видеть вас опять. Спасибо огромное. Я напомню, что нашим гостем в студии был мастер реального Акидо, президент Международной Федерации Игорь Петрович.